3,5 миллиарда рублей заложено в этом году в Дорожный фонд Края. Эти средства должны пойти на ремонт, содержание и строительство дорог. Однако освоение денег идет крайне медленно. Между тем, по трассам регионального и местного значения проехать все сложнее. В причинах неудовлетворительной работы дорожных служб разбирались краевые депутаты-единороссы, отправившись на свое выездное заседание в один из самых проблемных районов Нерчинский. То яма, то колдобина, разбитые колеи и пыль стал бум. Таков сегодня подъезд от федеральной трассы Амур к городу Нерчинску. Движение на участке дороги в 29 километров довольно оживленное. В городе не только более 10 тысяч населения, но и 25 оптовых баз. Большегрузные машины регулярно разбивают дорожное покрытие. А вот бульдозеры и грейдеры здесь редкие гости. Главе администрации сельского поселения Зюльзинская Татьяне Золотаревой приходится преодолевать этот участок пути, как и еще 60 километров такой же аварийной дороги почти ежедневно. На всей протяженности дороги мостовые сооружения практически аварийные и действуют. Объездные везде пути, выбоины, пробоины. Нам выделили на администрацию автомашину для решения проблем села. Мы открыли маршрут Нерчинск-Зюльзя, выделили районным маршрут также для пассажироперевозок. И у нас есть маршрут Зюльзя-Чита. И вот он сейчас под угрозой срыва из-за состояния дороги. Общая протяженность дорог регионального значения в Нерчинском районе около 300 километров. И все они требуют капитального ремонта. Где-то разбиты, где-то зарастают лесом. Не удовлетворяют никаким требованиям. И асфальтовое покрытие в самом районном центре. В местном ДЭО не хватает необходимой техники. Нет и квалифицированных кадров. Схожая ситуация в соседних Болейском, Сретенском, Шалакпугинском районах, главы которых также приняли участие в работе заседания. Главный вывод. Крайне необходима комплексная программа развития отрасли. Да и районная власть, по мнению депутатов, не должна оставаться в стороне. Оперативный руководство по специальному договору в согласованном режиме должен осуществлять глава района. Вот тогда у нас что-то столкнет. Но пойдет. Подтянутся главы сельских поселений и так далее. Все время быть в роли просителей, созерцателей сбоку. Вот кто-то должен приехать, делать, кто-то виноват и так далее. Обвинять в этом всю власть. Это неверно и это неправильно. Сегодня все мы должны заняться этой проблемой, этими дорогами. Ситуацию на забайкальских дорогах депутаты-единороссы взяли под свой контроль и обещали посвятить обсуждению итогов года в отрасли правительственный час на одном из парламентских заседаний. Светлана Верхотурова, Максим Лобачев, Вести Чита.